Во имя Отца Ислина и Святаго Духа. Из поучения Святаго Яну Златоустого на послание апостола Павла Кремлина. Итак, будем со своей стороны во всем осмотрительны и не подадим никому и малого повода для нападения на нас. В настоящей жизни есть поприще, повсюду необходимо иметь множество глаз и не должно думать, что для защиты достаточно неведения. Возможно, вполне возможно, из-за неведения подвергнуться наказанию, если оно непростительно. Иудеи были в неведении, однако же их незнание не было поставлено им в извинение. И язычники были в неведении, однако и они не имеют оправдания. Когда не знаешь того, что знать невозможно, ты не подвергнешься обвинению. А когда не знаешь того, что можно и удобно тебе знать, то подвергнешься к крайнему наказанию. Вообще же, если мы не будем слишком беспечны, но употребим все зависящие от нас самих меры, то Бог поддаст нам руку и в неизвестном. Так Павел говорил филиппийцам, если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Филиппийцам 3.15 Когда же мы не хотим совершить того, что в нашей власти, то лишимся этого содействия. Так и случилось с иудеями. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. Матфея 13.13 Как же они видя не видели? Видели изгоняемых бесов и говорили, бес имеет. Видели воскрешаемых, мертвых, и не поклонили их Христу, но замышляли убить его. Не таков был Корнилий, так как он тщательно делал все то, что от него зависело, то Бог приложил ему остальное. Поэтому не спрашивай, почему Бог презрел какого-то язычника, который был добр и справедлив. Во-первых, людям невозможно знать, кто справедлив, а это известно тому, кто образовал сердце каждого. А то можно сказать и то, что этот язычник часто сам не заботился и не старался. Но как скажешь, он мог делать это, как скоро он человек простой? Обрати, однако же, внимание на этого простого и скромного человека и узнай его в делах житейских. И ты увидишь, что он употребляет здесь большую старательность, и что если бы он захотел употребить ее в делах духовных, не оказался бы оплошным, так как истина истнее солнца. Куда бы кто ни направился, удобно достигнет своего спасения, если захочет быть внимательным и не будет почитать спасение делом маловажным. Ведь ни одной в Палестину ограничены такие дела. Не заключены они же в одном небольшом уголке вселенной. Разве ты не слышал, что говорит пророк? «Ибо все сами будут знать меня от малого до большого» Иеремия 31.34 Не видишь ли ты, что действительность доказала справедливость этого? Какое извинение могут иметь те, которые видят, что учение истины распространилось всюду и не любопытствуют и не заботятся узнать его? Ты скажешь, неужели ты требуешь этого от поселенина и варвара? Не только от поселенина и варвара, но и от того, кто оказался и грубее нынешних варваров. Скажи мне, почему в делах житейских обижаемый умеет возразить, подвергающийся насилию, противодействовать и вообще всякий делает и совершает все, чтобы не понести даже малого вреда, а в делах духовных не наблюдают того же самого благоразумия? Когда поклоняются камню, считают их Богом и совершают празднество, тогда тратят деньги, обнаруживают сильный страх, и никто не бывает нерадивым по простоте своей. А когда надлежит взыскать истинного Бога, тогда мне напоминают о простоте и неведении. Не так это. Нет, но виной всему наша беспечность. Как будто считаешь более простыми и грубами современников ли Авраама или своих. Очевидно, что современников Авраама. Когда было легче найти благочестие? Тогда или теперь? Очевидно, что теперь. Теперь у всех уже возвещается имя Божие, пророки предрекли, события уже совершились и язычество изобличено. А тогда большая часть людей оставалась без учения, грех владычествовал, закон не был пестуном. Не было ни пророков, ни чудес, ни учения, ни множества знающих Бога и ничего другого тому подобного. Но все лежало как бы в глубоком мраке, в безлунную зимнюю ночь. Но, однако, тот удивительный и благородный муж при стольких затруднениях познал Бога, упражнялся в добродетели и возбудил многих такой же ревности, хотя при этом совсем не был отплатен во внешней мудрости. Да и как и где он мог научиться, если и самых письмен не было еще изобретено? Но так как он все со своей стороны сделал, то и Бог так же не оставил его. Ведь нельзя же сказать, что Враам заимствовал религию от отцов, так как отец его был идолопоклонник. Однако, происходя от таких предков, будучи варваром, будучи воспитан среди варваров и не имея никакого учителя в благочестии, он познал Бога и всех своих потомков, пользовавшихся и законом, и пророками, превзошел настолько, что невозможно выразить. А почему? Потому что не слишком заботился о житейском, но всего себя посвятил духовному. А Милхиседек не жил ли в те же времена и не просиял ли настолько, что был назван священником Божиим? Невозможно, совершенно невозможно, чтобы бодроствующий когда-либо был презрен. Пусть это не смущает вас, но зная, что все зависит от расположения, будем внимательны к самим себе, чтобы сделаться нам лучше. Не будем требовать отчеты у Бога и испытывать, почему он одного оставил, а другого призвал, так как в противном случае подобимся отверженному рабу, который с излишним любопытством входил в домашнее распоряжение господина. Жалкий и бедный человек, тогда как тебе надобно позаботиться, как самому дать отчет и умилостивить владыку, ты требуешь отчета в том, чем сам должен его дать, и оставляешь без внимания то, за что понесешь наказание. И так спрашиваешь, что мне сказать язычнику, то, что вышесказано. И ты заботься не о том только, что сказать язычнику, но о том, как исправить его. Когда он исследует твою жизнь, соблазняется ею, то на основании этого и подзаботься, что говорит тебе. Ведь за него, хотя он и соблазняется, ты не дашь ответа. А за жизнь свою, если она приносит вред, ты подвергаешься крайней опасности. Когда он увидит, что ты любомудрствуешь о царстве, и тем не менее прилеплен к настоящему, боишься гиены и трепещешь здешних бедствий, тогда и позаботься. Когда, видя это, он станет укорять тебе и скажет, если желаешь царства, почему не презираешь настоящего? Если ожидаешь страшного суда, то почему не презираешь здешних бедствий? Если надеешься на бессмертие, почему страшишься смерти? Когда он предложит тебе такие вопросы, ты позаботься, что ответить. Когда он видит, что ты, ожидая неба, боишься потери денег, бываешь весьма рад каждой малой монете, и за небольшую серебряную монету отдаешь душу, тогда и подумай. Ведь это, это именно и соблазняет язычника. Таким образом, если ты заботишься о своем спасении, доказывай это не словами, а делами. Из-за того вопроса никто никогда не хулил Бога, а вследствие ее худой жизни везде слышны бесчисленные хулы. Потому постарайся исправить ее так, как язычник опять спросит тебя, откуда мне знать, что Бог заповедал возможное? Вот ты, будучи христианином по самому рождению и воспитанный в этой превосходной религии, ничего такого не исполняешь. Что ты скажешь на это? Без сомнения станешь отвечать, я укажу тебе других, которые исполняют именно. Монахов, обитающих в пустынях. Но не стыдно ли тебе признавать себя христианином и отсылать к другим? Как будто ты не можешь доказать того, что ты сам совершаешь дела христианские. Язычник тотчас возразит тебе, какая мне необходимость ходить по горам и исследовать пустыни. Если невозможно философствовать, живя в городах, то это может быть большим обвинением в христианской жизни, для осуществления которой необходимо оставить города и бежать в пустыне. Но ты покажи мне человека, который имеет жену, детей, дом и однако же живет благочестиво. Что мы скажем на это? Не придется ли нам потупить взоры свою стыдиться? Не то заповедал Христос. Ну что же? Да просветится свет ваш пред людьми. Матфея 5,16. Не в горах, не в пустынях, не в непроходимых гебрях. Говорю, это не у укор живущим в горах, но и с сожаления к обитателям городов, которые изгнали из них добродетель. Потому умоляю вас вести пустынно-жительное любомудрие в городе, чтобы они сделались истинными городами, так как это может исправить язычника и предохранить от бесчисленных соблазнов. Таким образом, если хочешь его освободить от соблазна и себе приобрести бесчисленные награды, исправь жизнь свою и сделай ее во всем блистательным. И доведят люди ваши добрые дела и прославят Отца вашего Небесного. Матфея 5,16. Тогда мы насладимся и будущую неизреченную великую славу, получить которую расподобимся всем и благодатью и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава держа во честь ныне и пресна и во веки веков. Аминь.